Всем привет! Команда Универ Ньюс подготовила для тебя порцию самых интересных новостей. Меня зовут Настасья Иванова. Смотри сегодня. День российской науки в Казанском федеральном университете. Что необходимо для наиболее эффективного лечения гриппа? В Гелабужском институте КФУ обсудили планы сотрудничества с Фондом возрождения. День российской науки, отмечаемый в Казанском федеральном университете, стал поводом сразу для нескольких мероприятий. В рамках праздника в стенах КФУ состоялась встреча ректора фузов Республики Татарстан с Рустамом Менихановым, а также Наблюдательный совет Казанского федерального университета. Подробности в нашем следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось расширенное заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Знаменательно, что заседание прошло именно 8 февраля. В этот день в России празднуют День российской науки. В рамках заседания гостям были представлены разработки приоритетных направлений КФУ. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров познакомил почетных гостей в лице президента Республики Татарстан Рустам Мениханова и заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Марины Боровской с ведущими научными проектами вуза. На данный момент Казанский университет является инновационным центром технологического развития региона, занимается подготовкой кадров и научными работами для всех направлений реального сектора экономики. Россия – одна из самых быстро развивающихся в науке стран. Перед исследователями стоит амбициозная задача – обеспечить технологический прорыв. И для этого создаются все условия. В 2018 году на модернизацию профессионального образования в республике было выделено 2 миллиарда рублей. Я бы просил вузы, научные учреждения совместно с нашими промышленными предприятиями, организациями, малым бизнесом объединить усилия по участию в национальном проекте «Наука» внести свои предложения. Национальные проекты дают нам огромные возможности. На данный момент вузы Республики Татарстан по численности студентов занимают первое место в Привозском федеральном округе и седьмое место по России. Регион является привлекательным не только для российских абитуриентов, но и для иностранных граждан. Казанский федеральный университет принял достаточно большое количество иностранных студентов. И сегодня их обучается 7155 из 98 стран мира. Мы занимаем второе место в стране по количеству иностранных студентов после РДН. По сравнению с 2017 годом рост составил 21%. Аналогичная ситуация с увеличением численности иностранных обучающих наблюдается и во многих других ведущих вузах нашей республики. Сейчас перед научным сообществом России, в том числе и Республики Татарстан, стоит самая важная задача за всю новейшую историю России. Речь уже не идет о том, что исследователи в принципе способны помочь противостоять вызовам, стоящим перед страной. Речь о том, что ученые должны обеспечить технологический прорыв России. Все, что сегодня происходит в виде национальных проектов, в виде создания центров мирового уровня, в виде интеграционных процессов, безусловно, является тем самым стратегическим вектором, который бы хотелось, чтобы был поддержан нашим научным академическим сообществом. Поздравив всех собравшихся с профессиональным праздником, почетные гости переместились на заседание Наблюдательного совета Казанского федерального университета. В заседании Наблюдательного совета Казанского университета принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Также в работе участвовали заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская, ректор КФУ Ильшат Гафуров, представители министерств и ведомств республики. В рамках заседания ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал об итогах работы Казанского университета за прошедший год. Члены Наблюдательного совета КФУ также обсудили вопросы финансово-хозяйственной деятельности университета за 2018 год и определили плановые показатели на 2019 год. Диана Шилова, Александр Юдин, Леонард Влетьяров, Универ Ньюз. Грипп – это инфекционное заболевание, заболеть которым может каждый. Как не спутать ОРВИ и грипп? И можно ли вылечить грипп самостоятельно? Анна Глазнова разбиралась в ситуации. Ежегодно от вируса гриппа в мире погибают от 200 до 500 тысяч человек. Поздняя обращаемость к врачу является причиной высокой смертности. Формирование вируса гриппа идет в Юго-Восточной Азии. Мутация через животных, поэтому различается птичий грипп, спиной грипп. В России зафиксировано несколько видов гриппа, среди которых самый распространенный – это сезонный. Это гриппы H3N2 и H1N1, вакцинации, против которых мы ежегодно проводим. Основной период заболевания гриппом – это осенний-зимний сезон. Первые шесть дней считаются самым опасным временем для заболевающего человека. Часто бывает, что пациенты путают грипп и ОРВИ. Нужно понимать, что симптомы у гриппа более выраженные. Различается именно по клинике гриппа. Это острое начало. То есть начинается с очень высокого подъема температуры до 39, иногда до 40 градусов. Человек может запомнить даже час, когда все это началось. Температура повышается не постепенно, а резко. Симптомы выражены интоксикацией организма. Начинаются головные боли, болят глаза и мышцы. При гриппе обычно явная заложенность носа и сухой кашель. Может быть, цепь геморрагическая, но это уже по тропности вируса. Он бьет по сосудам. То есть за счет этого появляется именно пентахиальная, мелкоточечная кровоточивость. Грипп может проявляться по-разному в зависимости от его разновидности. Вирус парагриппа. Он тоже очень распространен. Он вызывает ларингитные процессы. И также температура интоксикации бывает не настолько ярко выражена. Температура 37,3-37,5. Аденовирус. Он тоже бьет полиорганно. В принципе, здесь в первую очередь, как мы различаем, это смотрим на поражение глаз и увеличение лимфатических узлов. Среди вирусов гриппа есть тот, что вызывает сильную одышку. Есть риносциальный вирус. Более тяжелые процессы идут у детишек. Так как у них воздухоносные пути низкие, там образуется нитесентиция, то есть белок, который просто перекрывает дыхательные пути в мелких, самых альвеолах. Грипп в основном передается воздушно-капельным путем и контактно-бытовым. Грипп-то сам по себе, он не совсем устойчив во внешней среде. То есть он где-то может прожить от 2 до 6-7 часов во внешней среде, и дальше он гибнет. Если брать возрастные особенности, то тяжелее грипп переносят дети и люди старше 60 лет. В период эпидемии гриппа не стоит забывать о профилактике. Врачи советуют заглянуть в аптеку, приобрести антивирусные препараты. Спасибо. Профилактика гриппа бывает специфическая и не специфическая. Что касается не специфической, ограничение вот этих вот массовых мероприятий в период вспышек гриппа, требуется просто выдалить отдельную комнату, постоянно ее проветривать, создать ношение масок. Маски меняются примерно с периодичностью час-два. К специфической профилактике относятся вакцинация от гриппа, которую всем желающим пациентам врачи делают с августа по ноябрь. Она включала в себя и штаммы H3N2, и H1N1, и все группы B. Заболеть с этой вакциной практически невозможно, потому что там идет образование антител к двум поверхностным антигенам, нейроминидазы и гемаглютинин. По словам врача-инфекциониста Эльдара Идрисова, вакцинация от гриппа не спасает, но она позволяет избежать самого главного – осложнений. Осложнения могут быть по всем органам и системам. Чаще всего это поражают легкие, это пневмония, по сердцу это бьет обязательно, это заболевания почек, это другие заболевания, в том числе и то, что бьет по центральной нервной системе, возможно, развитие менингитов и энцефалитов. Если вы все-таки заметили у себя первые симптомы гриппа, не нужно полагаться на так называемые бабушкины методы – теплые носки, малиновое варенье и согревающий чай. В первую очередь нужно обратиться к врачу, обеспечить постельный режим и принимать внутрь необходимые препараты. В Елабужском институте КФУ обсудили планы сотрудничества с Фондом Возрождения, который занимается разработкой нового проекта. Какого вы узнаете в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялась встреча студентов и преподавателей с заместителем председателя Госсовета Республики Татарстан Татьяной Ларионовой. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества Елабужского института КФУ с Фондом Возрождения. В завершении мероприятия преподаватели и сотрудники ВУЗа были награждены почетными грамотами от имени Министерства образования, Елабужского муниципалитета и ректора КФУ за добросовестный труд и вклад в подготовку педагогических кадров. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok